Вкратце, еще раз повторюсь, тема будет тема отзыва, отвечу на все вопросы и одновременно расскажу про запуск товара, немножко коснусь этой тематики. Какие у нас существуют отзывы? Что будет после склеек, непонятно. У склеек есть свои плюсы, свои минусы. Опять же, чуть-чуть позже поэтому коснусь. Потом рассматриваем верифай. Верифай у нас это в первую очередь через выкупы, через купон у нас толком непонятно, с какой процентной скидкой можно получить верифай отзыв. Я лично купонами раздавал до, я не помню, процентов 60-70. Там верифай не было точно. И это было несколько лет назад. Сейчас я понятия не имею, купонами не пользуюсь, неинтересно. Коснусь конкретно верифай. Верифай существует для меня трех видов. Первый – это органические, это реальные жители США, прилегающие страны и так далее. Это взломные аккаунты тех же самых покупателей или брошенные аккаунты. И третий момент – это будем называть их искусственными. Некоторые их называют боты и так далее. Расскажу про плюсы и минусы каждого отзыва. Органические отзывы, классные, живых людей – это отлично. Но Amazon борется, идет массовая пропаганда, массовое давление на байеров, и все дома ощутили это. Мы этим занимаемся, начали верифай отзывами однозначно одни из самых первых или самые первые. Это был октябрь месяц. Почти два года назад мы это начали, с Сергеем ревьюируем все это делать. Но со временем прошло через нас несколько тысяч человек, ну, может быть, около тысячи человек. Не столь важно. Смысл в том, что они устали. Их очень много раз банили, их интересные товары присылали и так далее. Причин огромное количество. Amazon опять же с этим борется. Это не престижно, не особо интересно. И товары мы не даем супер каких-то классных, дорогих, а в основном бестолковое барахло. И, соответственно, никому это, естественно, не интересно. Еще есть у органических много всяких моментов. Плюс это когда большой долгий аккаунт, который давно работает, который спокойно покупает товары, пишет отзывы. Особенно если много товаров покупает, а пишет отзывов мало. Я так понимаю, это самые лучшие отзывы на Амазоне. Таких найти очень сложно. И непонятно, как их разделить. То есть, хорошие они или плохие. То есть, ну, предположим, мы взяли какого-то супер-блогера, там, писемного жанра или ютубера, и он нам дал, там, я не знаю, там, опра, например, и там миллион продаж в день просто сделали один раз. И его, и там этот блогер сказал, там, напишите отзывы, там, или там свое мнение об этом товаре, потому что это для меня очень важно. И половина, 50, там, 60% человек, там, написали отзывы. Робот, естественно, подумает, это ненормально. Он возьмет статистику, статистическую выборку и может забанить, заблокировать. То есть, моментов много. То есть, даже вот идеальный аккаунт, долгоиграющий аккаунт, в любом случае может от этого пострадать. Как Амазон это будет чистить, непонятно. Ну, абсолютно непонятно. То есть, нет такого решения. Вторая проблема у уже не людей, которые много покупают и мало пишут отзывов, это те люди, которые пишут отзывы на все купленные товары. Они у них некоторые проходят, некоторые не проходят, некоторые они пишут фидбэки, некоторые они пишут, там, я не знаю, еще что-то. Но в любом случае КПД у них, там, 70-80%. То есть, зашкаливает абсолютно. Вот. Минусы какие у этих людей? Ну, в первую очередь, они зарабатывают деньги. Они могут перепродавать наши товары, они могут делать возвраты. Недавно мой товарищ сделал проверку, и через, там, несколько месяцев он увидел, что до 70% пришло возврат назад. То есть, люди получили, как правило, какую-то премию, там, в размере, там, я не знаю, от 6 долларов, там, до 10 долларов. Вот. Плюсы они все нравятся, очень многие норовят вернуть нам товар. Это факт. Вот. Они могут нам... Раньше была проблема, они садились нам все в байбокс. Ну, сейчас они как-то по-другому там это все сливают. Но в любом случае есть с этим связаны моменты. И самый важный момент даже не то, что вот это вот, именно безопасность. Момент то, что идет пересечение. То есть, те люди, которые берут много товаров, пишут очень много отзывов, они, соответственно, сильно палятся, и возникают моменты, что одни и те же товары, там, у Васи, у Пети, у Саши. И все подряд, вот, у этих, там, ста человек, одни и те же Вася, Петя, Саша, Вася, Петя, Саша, Вася, Петя, Саша. Понятно, что они пересор, понятно, что там много разных товаров, но в любом случае есть с этим сложность. Вот. Вот полгода назад, по-моему, или там чуть больше, я говорил, не, наверное, год назад, что не верифай намного безопаснее, чем верифай. Но еще раз говорю, даже вот сейчас хотел сделать небольшое отступление. Все, что я говорю на данный момент, это относится к прошлому, что было вчера, что было сегодня. Это не относится, что будет там через месяц, через неделю, я не знаю, что будет на Амазоне через это время. Вот. И второй момент. Каждый, каждый из Вас, каждый отвечает за свои действия сам. Не важно, что он заплатил там за отзыв хоть 100 долларов. Никаких гарантий. Мы на Амазоне не работаем, правила не пишем и не забывайте, что мы нарушаем правила. Это касается любых услуг, особенно серых. Я уж молчу, там, вот юристы, там, я не знаю, многие специалисты такого жанра, они просто денег передберут. Вообще ни за что не отвечают. Раз банят вас там, не раз банят. Их это вообще не волнует. Они, единственное, есть порядочные, которые качественно работают, а есть непорядочные. Вот мы, соответственно, стараемся работать с порядочным. Из-за этого берите ответственность всегда на себя. Если вы хотите каким-то образом манипулировать, это в любом случае не бывает, понятно, что белого и черного, но в любом случае серые методы, они тоже серые. Надо понимать, что могут всегда забанить аккаунт, листинг, все что угодно. Ну вот. Так что это имейте в виду. Соответственно, органические выкупы через людей, это как бы, ну, есть минусы, есть плюсы. Хорошо и плохо, можно бесконечно об этом говорить, и не забывайте, часто мы очень работаем с непонятными людьми или оптовиками, или с отдельными людьми, которые там, например, в моей группе там есть, которые берут товары на выкупы. Они также могут пользоваться какими-то ботами, какими-то, то есть у них там 5, 10, 20, 100 аккаунтов. Мы этого не знаем. Им просто это не говорят. Вот. Идем дальше. Дальше это взломные аккаунты. Этим раньше пользовались в первую очередь те, кто делал не верифай, насколько я понимаю, ну, в большей степени. Вот. Сейчас это проблематично. Кто-то с этим справился, кто-то не справился, но КПД и себестоимость, я так понимаю, растет, целесообразность падает. Соответственно, для себя многие используют, но на общей, на продажу, ну, просто нет смысла никакого. Из-за этого не верифай, практически вывалился. Вот. И делается это чисто для своих, для себя, а не более того. Потому что это, на самом деле, кто торгует на Амазоне, для этого гораздо более выгодно и гораздо более правильно, чем заниматься услугой. Но услуги, для всех это по-разному, для кого-то это единственный способ заработка, для кого-то это, так скажем, излишки, то есть надо, например, поддерживать какую-то базу, надо в любом случае чем-то подкармливать. Для кого-то, вот как для меня, это, в первую очередь, инструмент. То есть мне надо знать, мочь и иметь возможность пользоваться этими услугами всеми. Тогда, соответственно, моя стратегия будет максимально полная, максимально развернутая и максимально сильная. Вот. Значит, второй вариант – это те люди, которые пользуются взломными аккаунтами. Взломные аккаунты, там, Darknet или еще где-то берут. То есть, ну, это как бы не наша история, у меня такой возможности нет. Знаю людей, кто этим пользуется, ну, ну, и больше, в принципе, и ничего. Вот. Там есть свои моменты, там бывают ситуации, связанные с тем, что кто неправильно себя ведет, неправильно делает, просто пишут с этого аккаунта отзыв, потом покупатель пишет, я этого отзыва не писал. Ну, и так далее, и так далее. То есть, нигде нет однозначных, простых способов решения. То есть, в любом случае, надо быть технически подкованным. Третий вариант, вот, как раз, это… А, еще забыл сказать про органические. Людьми очень сложно управлять по времени, по выкупам, по написанию и всему остальному. Очень сложно. Вот. Всегда мечтали живых людей, которые, там, я не знаю, строим ходят, им сказали, они написали, это было бы классно. Это вот единственная система искусственных вот этих искусственных аккаунтов, ботов и всего остального. Но на днях, как раз я почему сказал, что мы не знаем, нам говорят, что это органические, а на самом деле это неорганические выкупы и те же самые боты, просто в небольшом количестве и непрофессиональные. То есть, мы реально, как кот в мешке, то есть, мы этого не знаем. Недавно я разговаривал с грамотным специалистом, он мне сказал, что он уже много раз это пробовал сделать, эти все системы, так скажем, они все провалились. Он знает много зарубежных таких систем, они тоже провалили, всех рано или поздно забанят. Ну, я могу сказать, что банят за все подряд и без отзывов и с отзывами, так и сяк, все делают абсолютно по-разному и как бы там ни было, у каждого и каждый способ продвижения, способ увеличения нашей конверсии есть свои минусы. Вот, у каждого. За эту карту должен это понимать. Риски есть однозначно. И я из-за этого и пытаюсь это разложить. Мне не надо скрывать, говорить там что-то и так далее. Я говорю, как есть. Вот, и я рекламирую и рассказываю, и продаю только те услуги, которыми пользуюсь лично сам, а не занимаясь демагогией, рассказывая, что вот есть там удачные кейсы, неудачные. У меня есть свои там проблемы, свои баны, свои баны аккаунтов. Вот, когда мы знаем, я говорю, что это вот забанили за торговый марок, это забанили там за это, там, я не знаю, суспен получили, не продвинулся товар, влияет ли, не влияет, там, склейка сейчас на старте, на негативный буст. Я раньше говорил, даже вариациями не торговал. Сейчас приходится вариациями трое, потому что отзывов не хватает для увеличения конверсии. То есть всегда какой-то баланс, чем ты жертвуешь. Или конверсией, или, соответственно, бустом, или чем-то еще. Ну вот, так что ничего такого здесь нет. Вот, по поводу искусственных вот этих вот верифаев, это как раз, существует тоже разные варианты. Я на данный момент все, что знаю, это один вариант, это когда делается генерация постоянной аккаунты, делается несколько выкупов. У искусственных их, естественно, ты контролируешь, не делаешь большого пересечения, там, не более 5%, предположим. То есть там надо выкуп больше 50 долларов сделать, ну, там больше 35 долларов. Написать отзыв можно, там, что там, с 50 долларов, соответственно, должно быть на аккаунте больше 50 долларов. Его, там, можно уничтожать, можно бросить, что угодно себе делать. Вот, есть другая система. Это когда к аккаунтам относятся бережно, аккаунты живут, аккаунты, создается история, создается личность. Если какие-то проблемы, не пишутся отзывы, звонятся, там, в Амазон, происходят звонки живые. То есть делаются все максимальные действия для того, чтобы имитировать живого человека. Выкупы производятся частично с PPC, не на все 100% пишутся отзывы, частично. Я вот, например, себе заказываю 10%, 10-20% фидбэков. Особенно для новых аккаунтов это очень важно. Очень важны фидбэки. Понятно, что есть дропшиперы, которым только фидбэки нужны. Но по привату, например, на старте я закладываю это. Но ребята очень нежно, очень бережно относятся к своим аккаунтам. Там несколько тысяч они сгенерили, они там пестуют и развивают, вот, и планируют увеличивать там, я не знаю, десятка тысяч, если все это нормально будет. Ну, не одна схема на самом деле. Там индусы жили там около года, склейка там около года живет, и то сейчас на многих аккаунтах уже не склеиваются вариации даже. То есть, пик его знает. Все вот эти фишки, они живут не больше года. Я такого особо не помню. А Verify живет, сколько я помню, сколько он и живет. Как бы с ним ни бороли, всегда находили какие-то лазейки и с этим. Сейчас просто идет жесткая массовая борьба с манипуляцией созданными. Я, в принципе, абсолютно согласен. Непонятно, как их... В том-то, проблема одна. Непонятно, как их удаляют, как добавляют. Мы в идеале бы хотели работать в честной системе. Но мы знаем, как, по крайней мере, я знаю, без проблем можно открывать, несмотря на топовых продавцов, у которых там 20 тысяч отзывов и все склеены. Я не знаю, там, кипу открой да посмотри, какое движение по отзывам. То есть, ну, это вообще элементарно. Там даже не надо анализировать. Склеены, склеены, просто видны вот эти скачки непонятные. Это все, в принципе, ясно. Манипуляции просто сплошь и рядом. Из-за этого под каток попадет, там, я не знаю, 5%, 10% продавцов. Все остальные там переобуются, будут жить, наверное, дальше. Будем пользоваться новыми сервисами, новыми услугами, новыми фишками и так далее. Вот, соответственно, мы на данный момент выстраиваем вот такую вот схему, где можно контролировать, где можно контролировать выкупы. Волны, как меня спрашивают, контролируемые выкупы. Это как раз выкупы по заданию. Задание – это количество выкупов в день по определенным ключам. То есть все по плану, все по графику. По отзывам, в принципе, все. Есть момент, связанный с тем, что эти отзывы могут писать также не верифай, потому что это же, если прокачанный аккаунт, он может писать верифай, не верифай, не проблема. И ребята очень долго запускают товары. То есть вот я последний месяц, у меня отзывы приходили 21 день, 24, 27. То есть, получается, я буст начальный пропускаю, почему я как раз к запуску товара иду. Именно о том, что буст пропускаем, получается, можно PPC или какие-то дополнительные действия запускать к концу месяца. Если мы, например, делаем рестарт, то мне сказали, что на рестартный листинг отзывы, вот эти вот, которые на нас будут капать постепенно, они будут вроде как бы плохо садиться, можно много потерять. Соответственно, надо дождаться, пока все эти отзывы придут. А нам надо, соответственно, вот эти 100 выкупов, предположим, 100 отзывов размыть максимальными продажами. Максимальные продажи, если наш товар органический не бустанулся, то есть он не вылез в какие-то там высоты и нет продаж, естественно, только PPC, потому что у нас два варианта. Или органика, или искусственная. Через рекламу. Мы, соответственно, через рекламу можем гарантированно вылезти в топы. То есть с нормальным оффером, с хорошим. Чем больше у нас звезд, тем лучше конверсия, мы, соответственно, можем в топы выйти. Вот, отталкиваясь от этого, мы смотрим на что? На то, как получить максимально быстро эти 10, там, 20, кому сколько надо отзывов, зависимо от конкуренции. На данный момент мы выстроили такую систему, это первые 10 дней около 10 отзывов. Из них это где-то 5-6 не верифай, или там 4-5, не помню, остальные верифай. Первые, соответственно, там, 2-3 дня выкупов ничего, потом, значит, не верифай. Паузу не верифай, потом верифай, не верифай. Ну, таким образом, то есть до двух недель мы максимально стараемся. Это тоже риск, кстати. То есть кто хочет минимизировать риски, однозначно просто тяните, затягивайте. Дождитесь, да, 2 месяца. У вас производится товар. Вы запустите, отправьте от Китая аналогичный товар, без бренда, без упаковки, без ничего. Просто его отдать на раздачу плавно, запустить также на нее PPC, потратить больше денег. Просто цена входа на Amazon становится, скажем, днем дороже и дороже. Потому что становится больше приконов, и все. И когда люди у меня спрашивают, сколько стоит отзывов, 5 или 6, мне кажется, более правильный вопрос. Гарантии безопасности. Потому что это более важно. Гарантировать безопасность никто, к сожалению, не может, потому что мы с этим работаем. Просто мы можем сказать, да, я так делаю, да, я так не делаю. Мы можем сказать, мы об этом думаем, мы стараемся это максимально все учесть, уменьшить количество пересечений, процент, уменьшить всякие технические косяки и так далее. Но в любом случае Amazon борется с нами, мы боремся с ним. Из-за того, что, ну, нечестная конкуренция на Amazon априори. В любом случае. Мы в любом случае прочитываться. Мы, дай бог, делаем то, что делает наш конкурент. Вот. И, соответственно, стараемся вот эти первые 10 дней, 15, запустить максимально быстро PPC, чтобы разбавить вот эту раздачу и 100% количество отзывов другими выпуками. То есть на PPC можно тратить, ну, просто большие деньги, так скажем, намного больше, чем на отзывы. То, что, опять же, для меня больше, более важно именно безопасность листинга аккаунта. И то, в любом случае, есть риски при любом раскладе. Вот. Вроде все. Если какие-то вопросы есть, пишите, отвечу. Хотел высказать давно про эти отзывы, потому что очень много споров идет кулуарно. И кто-то согласен, кто-то не согласен. Кому-то это надо, кому-то не надо. И каждый хочет спросить, что такое искусственные отзывы и как они делаются. Но вот никак. Просто обычные отзывы. Не надо их рассматривать как что-то такое особенное. Но если с ботами, я, вот честно могу сказать, не хочу работать. То есть вот эти 2-3 выкупа, это все-таки, видимо, все-таки это неправильное. Риски слишком велики. Но если максимально грамотно к этому подойти, мне кажется, риски меньше. Но они, по крайней мере, намного выше точно, если вообще не ниже органических выкупов людей, которые покупают у одних тех же людей одни и те же товары. Вот. То есть самые классные – это люди, которые просто живут в Америке и реально не пишут отзывов вообще, а делают офигенное количество покупок. То есть их статистика будет отличной. Если у кого есть такие друзья-знакомые, это отлично. Но этих, если мы откидываем, мне кажется, профессиональные выкупщики ничем не лучше профессионального такого сервиса, так называемого. Так, есть вопросы или все, можно по домам. Пишите текстом, потому что зума сегодня нет. Не стал ничего подключать. Там, может, вопросы по запуску, может, еще что-то. Пока небольшая пауза. Напоминаю всем, что у нас мероприятие будет IPPC 2 июня. На начало сентября мы планируем следующее мероприятие. В июне это IPPC. Следующее мероприятие – внешний прайд. То есть все темы наших мероприятий сугубо профессиональны, заточены, исключительно на те потребности, которые мне нужны, которые нужны моим друзьям, моим ученикам, моим знакомым. Вот. О чем мы больше всего говорим. Основная проблема – найти людей. В принципе, переговоры я провел. Уже основные, так скажем, главные хедлайнеры уже есть, в принципе. Останется будет время согласовать, все это сделать. И в сентябре вопрос, где это будет, в Москве или в Сочи, мы будем уже планировать, думать, может быть, в Сочи даже это проведем на две ночи просто. Не на одну ночь, а на две ночи. Так что посмотрим. Далее так. А вот сейчас глобальная зачистка была, есть даже в топе-группе. Это с чем связано? Светили сразу все отзывы у некоторых. Да, бывает, я же говорю. Это вот, под большой трактор попали, что-то как-то не сделали. Непонятно. У меня, например, сегодня утром заблокировали один аккаунт. Вот. Я даже, даже не написали за что. То есть, получили Суспен, непонятно. Сейчас вот планируем как раз звонить, ну и спрашивать. Это Амазон. К сожалению, выйти из детских штанишек, и чтобы там до Безоса можно было, там, я не знаю, на почту написать лично, или там по телефону позвонить, мы не доросли. Есть у кого там обороты, там, я не знаю, там, 5-10 миллионов в месяц, они там обедают и завтракают вместе, у них, наверное, нет с этим проблем. Мы пытаемся стать цивилизованными продавцами, выстроить свой бренд, продукт полезный сделать и так далее. Амазон у нас первый шаг, но здесь огромное количество таких вот всяких моментов, с которыми приходится бороться, узнавать. Так что все может быть. Нельзя затачивать на одном товаре, конечно. Но еще раз могу сказать, предыдущий бан моего аккаунта был вообще не связан ни с одним моим косяком, связанным именно с всякими манипуляциями, а просто другой конкурент сманипулировал, прибавил мне аккаунт и забанил. По второму аккаунту меня забанили. Ну, супер. Так, прямой эфир есть, звук есть. Ну, второй аккаунт забанили, у нас на днях пришел большой возврат, вот, непонятно откуда. Было подозрение, ну, как бы, несколько дней прошло, вот, прилетелся успех. Так что все может быть. И непонятно, откуда это все приходит. От конкурентов, от Амазона, мы что-то неправильно сделали. Так что работать надо, ну, нет ни одной, я работаю высокодоходной, я не знаю, простой и легкой. Бывает, да, на халяву проскакивает, бывает, аккаунты приносят хороший заработок. Ну, здесь ничего не делаешь. Со мной в личке связаться, никаких проблем нет. Сейчас я скину. Так, 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 так. Надо общаться больше, надо в любом случае получать какую-то информацию, потому что век живи, век учись, по-другому никак. Я не хочу говорить даже про свои отзывы, потому что тьфу-тьфу в одном аккаунте, только на одном листинге, нет, два, два листинга. На одном листинге у меня история, что мы заказали 130 выкупов, и выкупы удалились, отзывы небольшое количество на самом деле. Вот, и сейчас на данный момент туда нельзя не негатив залить, я так понимаю, потому что нет, ноль отзывов, достаточно давно уже. Мы предполагаем, что есть какой-то, то есть определенный процент, при котором идет блокировка. То есть там было много выкупов, пошли отзывы, несоответствие, мало продаж было, потому что товар был неходовой. Вот, и нас заблокировали. Сейчас, в принципе, товар продается хорошо, достаточно, не помню, 5000 бестселера, например, ну, пойдет. То есть продажи есть, живые, вот, без этих отзывов, то есть я решаю это другими, другими инструментами. Вот, то есть, в принципе, все неплохо, будем смотреть. Я точно знаю, так как мы этим занимаемся, что у некоторых ребят отпускают, вот, и начинают разрешение, получают на раздачу, ну, это на получение отзывов. Так что все это, я думаю, временно, главное, чтобы не банили, не суспензили полностью аккаунт. Это, конечно, самое неприятное. Вот, я еще хотел сказать, что есть такая у нас услуга, это сбор товара для дорогих товаров, вот, то есть можно вернуть на Амазон полностью выкупленные ваши товары. Вот, по стоимости, кстати, отзывы хотел уточнить. Значит, стоимость отзывов стоит 6 долларов, просто сама услуга, плюс стоимость товара, к стоимости товара прибавляется 5 процентов за пересылку денег, принимаем мы в Пионер. Вот, если надо написать отзыв, стоит 1 доллар. Еще есть, вот, возник вопрос по Пайпелу, если Пайпел, принимаем только американский, на американский Пайпел, тогда не надо 5 процентов платить, просто комиссию Пайпелу за перевод денег и все. Так что, такая схема. Есть еще, соответственно, услуга, связанная с возвратом товара, это касается, в первую очередь, дорогих товаров, то есть собирается, отправляется, то есть там, выкупили 100 товаров, их собрали, приедут они назад, там, где-нибудь через месяц, через два, уже полной партии в 100 штук. Вот. Стоимость этого, этой услуги от 10 долларов или 20 процентов, то есть минимум 10 долларов, максимум 20 процентов от стоимости товара. Так, или на сколько, безопасно сначала создать листинг на FBM, сделать с него раздачу, набрать отзывы, потом создать листинг на FBM с таким же товаром, склеить эти два листинга. Я FBM вообще не пользуюсь, вот у меня сейчас на данный момент как раз, когда банятся аккаунты, когда листинги же не банятся, они болтаются в интернете, пожалуйста, торгуйте, вот сегодня я как раз решал эту проблему, так что у меня сейчас на данный момент все мои товары сконсолидированы на RC, то есть на предцентре, и, соответственно, я могу FBM закидывать. FBM, вот ребята, которыми я работаю по отзывам, вообще не делают выкупы FBM. Мы считаем, что это супер палевная тема, вот, из-за этого мы этим не занимаемся, потому что, ну, это чистый обман. В моей группе по ревью, наверное, две трети занимаются именно FBM выкупами, это экономия, экономия на всем. Для меня главная безопасность, то есть это просто мы на двух разных берегах вообще. У меня безопасность, там, приоритеты, там, совсем другие, то есть те люди, которые занимаются FBM выкупами, у них свои приоритеты, они двигаются по-своему. Есть люди, которые еще хотят взаимоотзывами заняться, там, со своих аккаунтов, чужих, я такие вообще не пропускаю, то есть где-нибудь, только не у меня, я против этого, все вот этих взаимоотзывов, там, вот этих всех манипуляций, потому что, да, человек другого аккаунта напишет, а другого, например, а с того же IP, там, или еще что-нибудь накосячат. Короче, все вот эти темы не мое, мы работаем только через FBM. Вот, по выкупам FBM мы категорически против, потому что, так скажем, все, что можно сделать, все, что приходит в голову, мы это делаем. То есть, вот сами представьте, есть вот люди, которые через FBM покупают и там отправляют открытку, а основная масса ничего не отправляет. Я смотрю, там, кто-то за два доллара хочет, кто-то за доллар хочет, чтобы это сделать. Но это просто, вот, я не знаю, там, подход такой жесткий. А мы, например, делаем выкупы через FBM, платим фи, отдаем товар полностью и еще через PPC выкупаем. Наверное, у людей, которые FBM выкупают товары, у них, наверное, это просто волосы дыбом встают. Просто это вообще уму непостижимо. Или люди, которые купят товар дорогой и потом у них денег нет на продвижение, рассказывают, у нас товар дорогой. Да мне какая разница, дорогой товара нет, мне вообще плевать. Нужны отзывы, надо сто там звезд, а это будет стоить столько. Хоть сто товаров, хоть тысячу, хоть один доллар, какая разница. Когда закупали с товаром, когда планировали запускать, надо же думать, планировать, с кем-то советоваться, а не рассказывать, что у вас дорогой товар. Это никого вообще не интересует. Он может быть дорогим. Если он дорогой товар, скажите, конкуренция ниже. То есть вам, значит, надо будет не 500 отзывов, а там 50, например. Не 50, а 5, например. То есть, ну это все же, в принципе, чистая математика. Из-за этого никого, в принципе, не интересны. Вот именно для дорогих товаров есть возможность его возврата. Ну вот, так что так. Думаю, ответил. Если не ответил, напишите, я уточню. Что такое технический осин, как его делают? Я не знаю, его можно, наверное, по-разному назвать, но вот один из вариантов FBM можно выкуп сделать, как предыдущий человек написал. Елена, можно сделать то же самое FBA, как я делаю. То есть, потом делаешь рестарт и соединяешь их в виде вариации. Ну, кто-то мерчат там. Кому как, короче. Ну, там кто-то делает по-другому, наверное, то есть, более сложно как-то или еще что-то. Я не знаю. Ну, вот в принципе, это то, то, что если вы долго отзывы получаете, предположим, как вот у меня говорят, 20 дней, 25 дней, то есть, я там на 36-й день получил, например, 30-40 отзывов из 50 заказанных, предположим. Вот. Я понимаю, что там те 10 я уже не получу, ну, то есть, уже пора. Я делаю рестарт сам научился, мне научили, вот, как бы делаем рестарты, вот, чтобы никого не напрягать. И, в принципе, там есть всякие моменты, конечно, лучше, чтобы была поддержка. Вот сегодня у меня один рестарт не прошел, я просто неправильно тупо не ту кнопку нажал. Хотя вроде там все делаешь правильно, все равно где-то можно, то есть, должна где-то поддержка быть, то есть, кто-то опытный человек, который там их тысячи, там сотни этих рестартов делал, это, конечно, более правильно, потому что эти флэйт-файлы, все эти моменты, есть нюансы, это не просто так, не просто написать поддержку, поменяйте осин, вот этот искаю такой-то на осин, вот этот вот искаю такой-то. Вот, и из-за этого, в принципе, сделали рестарт у вас на Амазоне все-таки, но к искаю, то есть, у вас поменялся осин, вы, соответственно, старый осин, соединяете вариацию, у вас получается товар один, товар новый, товар старый, отзывы от старого, буст от нового. Ну, вот делайте сразу, пускайте PPC на полных парах, там, я еще, в принципе запускаю и еще продолжаю раздачу на новый осин, потому что вообще не факт, что через месяц, через два вообще прекратится склеивание, суммирование всех отзывов, и склейка отвалится, и технические осины отвалятся, то есть, я понимаю, что я сделаю потом, что делать технические осины, они понимают, что делают они потом, если, например, это отвалится, то есть, у всех свои стратегии, каждый двигается по-своему, кому что нравится, так же так, Петр К, как теперь будет стоимость верифов, PayPal поднял процент, установил фиксированный фи за переводы, по-моему, это включает с 25, поэтому я вот это не знаю, то есть, можно пионерам оплачивать, и все, нам, пионерам, мы работаем по пионеру, пионера удобней, с PayPal, особенно в русскоязычных странах, это просто беда, не дай бог там вправо-лево что-то, и тебя там сразу прислали на работу, в этом отношении пионер просто мечта, у пионера одна проблема, опять же безопасность, непонятно, почему они не делают элементарные вещи, вот, но, наверное, есть причины, будем надеяться, в ближайшее время это сделают, хотя бы там, двухэтапную верификацию, там, все вот эти вот моменты, непонятно, почему этого нет, если честно, вот, так что с PayPal тяжело, если мы PayPal принимаем только американский на американский, ну, там у PayPal в разных странах правила разные, из-за этого сложно сказать, я раньше как друзьям отправлял, сейчас смотрю, кабинет поменялся совершенно, то есть, ну, там в любом случае посмотрим, я PayPal практически не пользуюсь, так что мне сложно сказать. Так, еще вопросы есть? Так, Андрей, кстати, двойная верификация была, отзывы общие, два дня назад, два дня назад разделили, все отображаются отдельно, да, у меня тоже две вариации, так же самая история, сейчас некоторые вариации отделяются, вообще просто, вообще непонятно, из-за этого говорю, данные, ответы на вопросы, данная тематика, я разбираю то, что было сегодня до вечера, что будет завтра с утра, я не знаю, потому что мы приспосабливаемся, максимально быстро стараемся к тем условиям, которые есть, вот, у нас есть два, две проблемы, это наш конкурент и Amazon, вот, и мы, соответственно, пытаемся лавировать между вот этими двумя моментами, в принципе, в принципе, сложно сказать, кто больше, кто больше гроза для нас, потому что, я честно могу сказать, я не оттого, что такой плохой человек, занимаясь вот этими всеми вещами, и тут еще и рассказываю другим, советую что-то там сделать, потому что, еще раз говорю, каждый принимает решение абсолютно собственно, вот, на свой страх и риск, не надо потом говорить, что он меня не привлекает, я это не знал, не знаю ни правила, не освобожает от ответственности, вот мы живем по этому принципу, проблема в том, что Amazon меняет правила очень быстро, ситуация меняется, у меня вот раньше было правило до там 3 октября 16-го года, что можно делать отзывы, раздавать всем подряд и писать там, этот отзыв получен там, за там ноль, за там, с большой скидкой для получения отзыва, вот, и получается так, что в один прекрасный момент 3 октября они это отменили, а потом просто они взяли и порезали все, то есть, у меня там срезалось там 300-шель отзывов, то есть, все мои деньги улетели в унитаз, вот, и все, это же задним числом, это же было можно, они просто взяли и всех удалили, ну вот, хотя иногда, в принципе, так проскальзывает на старых лестинговых аккаунтах эти старые отзывы, не все удалили, ну, то есть, Amazon может сделать все, что угодно, у Amazon одно правило, делаем как хотим, и все, вот, из-за этого вариации, не вариации, то есть, я на данный момент стал работать с вариациями, стал работать, потому что даже не просто там размеры, например, как раньше, а прям модели, прям соединяют, и все, просто отзывов не хватает, соответственно, суммируем, нормально работаем, ну, в любом случае, не жалуемся. бывает склеиваются, бывает не склеиваются, бывают разные вариации, по-разному делаю, бывает через копии, делаешь, бывает делаешь, сам создаешь новый продукт, и по-разному склеиваются, можно еще склеивать в разных категориях, то есть, если вы поменяете категорию, особенно, вот у меня просто, категория здоровья, есть tools, есть, там, что-то еще, я уж не помню, То есть по-разному вариации отображаются и по-разному склеиваются. Бывают не склеиваются лисинги, а потом склеиваются. То есть, ну, это вообще чудеса просто. Это Амазон, это, конечно, своя специфика. То есть, особенно, когда вариаций много, у меня там есть товар, там, пять вариаций, периодически, четыре вариации, и все. Склеиваются, вот пятая не хочет, и все, и вот ты крутишь, вертишь, и потом раз, склеил, и все нормально. Так, что еще есть? Давайте, давайте вопросы и спать. В принципе, не хочется затягивать это дело. В принципе, все, что я хотел, я рассказал. Про наше мероприятие рассказал. PPC будет 2 июня. Начало сентября у нас будет тема внешний трафик. За это лето, надеюсь, уже мы потестим. Будет весело, потому что мы исключительно заточены на продаже на Амазоне. Исключительно. Вот, и подтягиваем именно то и тех людей, которые реально могут помочь в продажах. Вот сегодня, сейчас. Были свежие идеи. Какой бы ты ни был грамотный, мы в своем болоте просто гнием. Нам, соответственно, надо в любом случае встречаться, общаться. Вот, для того, чтобы просто рамки чуть сдвинуть, чуть сдвинуть, чуть сдвинуть, чуть сдвинуть. Расширить кругозор, расширить. У кого-то один опыт, у кого-то другой опыт. Склеивать, разбирать. Так, куда к кому обращался, если что, по отзывам. А, сейчас дам. Давайте дам. Мои помощницы, она этим занимается, я не занимаюсь. Есть какие-то, конечно, проблемы там. Мало ли, все бывает. Можете, естественно, ко мне обращаться. Таких проблем я не вижу. Бывает, не состыковки, какие-то недопонимания. Так, контакты я кинул. Вот, еще раз говорю, это не видео по рекламе нашего сервиса. Абсолютно. Ребята есть, в таблице у меня там ребята есть. В интернете есть, кто отзывами занимается профессионально, нормально. У всех свой опыт. Кто-то лучше, кто-то хуже. А вот какие-то там, своя история. Вот, мы работаем таким образом. Главное, чтобы каждый понимал, что ситуация глобально меняется. Работайте и думайте именно о безопасности. Не думайте только о деньгах. Деньги деньгами. Потому что, если тут рискнул, там рискнул, у вас торговля пошла, и через три месяца вас забанят, вот как меня, это будет гораздо болезненнее, чем вот любая экономия там одного-двух долларов. Вот, и за это всегда думайте в первую очередь и спрашивайте исполнителей, и как они это делать будут. То есть я бы старался максимально разложить. Если не смог, то напишите вопрос, я дорасскажу. Вот, то что отзывы, мы очень много их делали. Себе, в первую очередь, и другим, и не верифай, и верифай. Вот, просто я где-то около года верифайом перестал заниматься. Просто это каторжная работа. Работать с людьми, вот эти вот там, это просто кошмар. Вот, мы с Сергеем чуть-чуть там работаем в любом случае, есть, конечно, этим занимаемся. Но в массовом характере, вот как я, например, я там недели две назад тысячи полторы заказал. Сегодня я заказал, я не помню, 400, по-моему, или 300. На завтра, я помню, еще 100, еще три товара придут, еще 300. Это первая только стадия, соответственно, потом вторая пойдет, это удвоение. То есть 1200 отзывов там на 6 товаров, это сейчас норм. То есть вообще норм. На днях я отдал 350 отзывов на один товар. То есть это растягивается на месяца. То есть это не на там, не на неделю, как там, именно на месяц. На месяца растягивается, потому что нельзя так делать. Плюс, если вы даже эти продажи сделали, вы не можете первые 10 дней сделать продажи, и потом у вас ноль, чтобы потом пошли отзывы постепенно. Так нельзя делать, мы считаем. То есть, ну, я говорю, вот все, что можно придумать максимально, как себя безопасно, мы над этим работаем. И тот же Google AdWords, например, нам бы сильно помог вначале. Потому что PPC, если мы даже поставим с нулем отзывов на старте, его просто не найдешь. Так, Макс, тема запуск товара. У вас есть опыт запуска рекламы без отзывов на самом начале. У меня, я этого боюсь сделать, у меня такого опыта положительного нет. Вот, кто занимается PPC, они рассказывают, что у них есть положительный опыт. Это все зависит от конкуренции. Ну, может быть, у вас какая-то суперновая модель там и так далее. Но слишком высокий риск для меня. Я торгую в основном простыми товарами, я не отталкиваюсь от товара, я отталкиваюсь от Amazon всегда. Ну вот, и из-за этого там, где я работаю, мне кажется, это неправильно. Я лучше 10-15 дней подожду. Лучше подожду, вот как сейчас с товарами, полтора месяца, и просто сделаю рестарт, если он у меня не зацепится. То есть, когда я запущу PPC, у меня будет плохой окос, я там помучаюсь пару недель, я просто перезапущу на новое осейное и буду густовать новые отзывы, склею, соответственно, с этим аккаунтом. Ну вот, ну, короче, вот такие вот манипуляции, потому что мерчить, говорят, что негативный вот этот вот шлейф, он в любом случае будет тянуть сильно вниз, и за это я в последнюю очередь делаю вот эти все манипуляции, связанные с вариациями, с мерчем, со всеми вот этими вещами. Так, еще я 5 минут готов, и пойду дальше работать. Вопросы, вопросы. Что с вопросом-то? А что, может пойти не так слив денег? Ну, видимо, да. Ну, я считаю, что конверсия – это основополагающая вещь в конечном итоге. Как бы там ни было, куда бы там ни было продажи, продажами конверсия, соотношение затраченных сил, то есть вас появляли 100 раз, там тот же CTR, конверсия, вы сказали 100 раз и один раз купили, это нехорошо. Даже пускай вас появляли 29 тысяч раз и купили 100 раз, и вы там топ-1 по продажам, но по эффективности вы там, грубо говоря, глубокий. Соответственно, я считаю, что конверсия – это очень важная вещь, и из-за этого PPC также нам конверсия будет все равно, мне кажется, сливать. Если он не даст нам продажи в разумных пределах, в разумных, вот, мне кажется, это будет не айс, это будет плохо. Так, Дима, какой процент выкупов к остальным отзывам нормальный для старта? Это никто не знает. Чем меньше, тем лучше. Ну вот, чем меньше, тем лучше. Я просто уже объяснял, я делаю на старте очень много, например, если вы делаете 10, ждете 10 своих отзывов, потом еще 10, потом еще ждете свои 10 отзывов. Это вообще кардинально, ну просто палево жестко. Я делаю на начальную статью, например, закалываю 100 отзывов, то есть там за первые там 15 дней мне сделали эти 100 отзывов. А первый отзыв я получу только на, предположим, не верифай, получу верифай, как я говорил, на 10-й день 10 дней, 10 отзывов. То есть тут я на 15-й день получу 15 отзывов, раздам 100 штук. То есть получается 15%. Я считаю, это очень много, из-за этого на первых 10-8 отзывов по ситуации я уже запускаю PPC на полных парах, чтобы и Амазон деньги зарабатывал на мне, чтобы я получил органику и чтобы вот это я размывал. Чтобы у меня не было провала в продажах, жесткого провала, вот, что там я сделал выкупы. И размыть максимально все. Да, есть момент, как говорят, что сделал выкупы вначале, по ордерам потом. Ну, я говорю, если вдаваться в такие дебри, ну, я не знаю, какие проблемы. Тут открывая половину этих покупателей, ой, продавцов по кипе даже, не видно, кто там чем манипулирует на самом деле. Ну, далеко не все, они же могут прицепить негативно. Может, что угодно сделать. Но, блин, Амазон, кто мешает убрать вот эту прикреплялку? Например, только прикрепляться внутри аккаунта, например, можно. Или еще что-то. Ну, я не знаю, но возьмите какого-нибудь одного там, прошаренного там, китайца нашего там или еще кого. И они, мне кажется, наладят все вот эти вот дыры, закроют без проблем. Так. А где контакты помощницы? Вот вопрос. Я кинул, повторяю еще раз. Так, значит, что еще? Не заметили ли вы, что Амазон в последнее время часто забирает байбокс, лисинга? Я байбоксами просто не занимаюсь, из-за этого не заметил. Я занимаюсь только приватом, из-за этого, как я понимаю, Амазон влазит в товары. Ну, мне, по крайней мере, везло. Я не видел ни учеников, ни у себя товара Амазона. Мы все-таки не доросли, наверное, того уровня, когда им будет интересно туда залазить. Ну, и мы стараемся максимально быстро торговую марку получить. Все-таки, я думаю, дропшипер дропшипером Амазон не так будет есть. Так, чтобы не было провала, можно выкуп и раздать обычным раздачным компонентом. Да, можно, конечно. Но я говорю, это кому как удобнее. Я просто, мне нравятся фундаментальные какие-то такие вещи. И PPC ближе к органике, чем к купонам. Я считаю так. С PPC я могу работать, я вижу у нее перспективу. И она, там, я не знаю, процентов 30 дает. Ну, какой 30? У меня лично процентов 80 дает прибыль мне. То есть я работаю в PPC в прибыль. Потому что не из-за того, что я такой гений там PPC, а из-за того, что я выбираю товары с наценкой, там, я не знаю, на вложенные деньги, там, 300-400 процентов. Соответственно, я могу себе позволить спокойно охоз не в 30 процентов, при 100 процентов маржи, а спокойно, там, в 50-60 работать и вообще в ус не дуть. То есть вот и все, е-мое. То есть тут совокупность действий, совокупность правильных даже действий. Все ошибаются, естественно. То есть это опыт, это огромное количество аккаунтов, листингов и всего остального. И очень много негативного опыта на самом деле. Вот. Так что двигаемся, работаем. Алексей, что насчет склейки отзывов своих со старым? Не знаю, новый. Ну, конечно, так и работаем. Это будем называть техническим осином. Я вообще заработал внутри аккаунта. То есть не это самое. Мне кажется, оно в ближайшее время закроет. Внутри аккаунта же тоже. У людей есть прокаченные аккаунты, где, например, товары ни одной категории, ни одного вида там и так далее. И то они их склеивают. То есть там это одно. Ну, я не знаю. Потому что большого ума не надо, чтобы на самом деле взять, переделать, поменять бренд, поменять тайтл, буллеты, фотографии и склейку сделать. С вашего аккаунта на ваш. Или внутри вашего аккаунта, или с чужими аккаунтами. Ну, нет проблем особо. Надо просто этим заниматься, иметь лишний аккаунт, вот эти посреднические действия. Вопрос не по тем. Есть ли смысл, Алекс, отказываться от баркода, если E-PROCUE только FSNKU? Ой, я даже не знаю. Просто мы что делаем? И баркод – это любой UPS, EAN и так далее. Это понятно. И FSNKU – тоже баркод. Мы Амазону предупреждаем, у нас вот такой вот баркод окно. Предположим, мы в Америке торгуем, значит, это UPS-код. Все, мы его показываем. Амазон говорит, не вопрос. Он у себя там зафиксировал этот UPS-код и дал нам свой код. Потому что у них сканер, программа работает по FSNKU. Ну, вот, наверное, так. В PPC-тул используюсь или нет? На данный момент, честно могу сказать, у меня просто огромные проблемы с кучей вот этих всяких заморочек, рестартов, перерестартов. Я на паузе, то есть я не работал. На данный момент я работал только в Excel-таблицах. Исключительно вообще. То есть вот сижу Excel-таблицами работаю и вдумываюсь. То есть вот я жду встречи по PPC, посмотрим, что ребята расскажут. PPC-тул в принципе мне помогал. Просто вот я даже не знаю, как это объяснить. Вот я в Excel, там, Word и все остальное, для меня это, в принципе, темный лес. Я не специалист в этих вообще делах. Мне показали там ряд действий, как это надо делать. Но мне нравится работать с цифрами, которые не нарисованы, а именно вот такие мяса, так скажем. Вот с математикой, статистикой мне нравится работать. Мне как-то вот в Excel-таблице удобно. Вот. И PPC-тулс показывает на большей дистанции, вот как я на данный момент сам себя на мысли поймал, зачем я постоянно смотрю, анализирую товары, вид, today. То есть по неделе. А почему не e-mouse-to-date? Это гораздо более правильно, гораздо больше выборка. Вот. И в принципе, в этом отношении PPC-тулс лучше. То есть когда я начинал, там было очень много всяких косяков. То есть сейчас, в последнее время, когда я работал там, в принципе, норм. Вот. Но вот я на данный момент в Excel никак не даю, потому что у меня очень много аккаунтов, мне надо каждый подсоединить. Каждый аккаунт не на мне. Там на партнерах на ком-то надо их подсоединить. Ну, то есть просто я запарился. Вот. И за это я сейчас на данный момент прям реально зашиваюсь. Некогда этим вообще заниматься. Вот. И опять же тоже PPC-тулс. Вот проблема, например. Excel-таблица, она не меняется. Она вот исходная просто. И когда я захожу постоянно и у меня что-то меняется, все улучшается, улучшается, улучшается. Меня это тоже напрягает. Так. Алексей интересует мне подвязывать старую историю продаж при склейке. А никто не знает. Ну, вот только что ко мне, там, я не знаю, до этого лайва обратился человек. Он сделал все по классике, по фэншую. Так скажем, идеальный запуск товара это, соответственно, естественно, хороший оффер. Все четко сделали. Сделали склейку 20-30 дженериков. Запустили раздачу по определенным ключам. Все. Делал шляпи. И запустил сразу PPC на полных парах. Все. То есть, ты создал для конверсии абсолютно все. То есть, делал количество отзывов на старте хорошее. Тебя не будут сильно замечать конкуренты на начальном этапе. И одновременно ты, ну, то есть, есть уже социальная оценка твоего товара. Так что люди не боятся купить, потому что 30 это вполне достаточно. Где 20 даже достаточно вполне, как правило. Вот. И все. И запускаешь, работаешь. В теории на бумаге. Потом подтянутся отзывы, верифай, соответственно. Теория на бумаге отлично вообще. Даже лучше моей схемы. Потому что мне надо 10 дней ждать. Ты просто с первого дня офигаешь. У меня есть такие люди в моей нише, и с которыми мы там бодаемся. У меня там своих проблем немерено. Мы их расклеивали. Просто, ну, они дерзко себя ведут. Но вот у ребят, у них, вот их расклеиваешь. Китайцы, мы им сначала письма писали. Вот. Потом плюнули, вообще ничего не делаем. То есть, так, мы просто посмотрели эффект. Мы их расклеиваем. И они через, там, 5 минут опять уже склеены. Вот у людей четко работает схема. Я не знаю, у них там бот стоит, там, или еще что-то. Вот. Ну, естественно, у меня нет ни ботов, ничего. Вот, то есть, и на данный момент они, я и так знаю, что они и так обосрутся. Вот, в любом случае. Потому что помимо всех этих манипуляций, надо еще много чего делать другого. Вот. И результат сам, сам из себя говорит. То есть, они в любом случае поднялись выше нас, ну, и опустились со временем. Вот. Ничего они сделать не могут. Ни с клейками своими, ничем. Особым таким. Ну, как бы это их дело. Вот. Так что, и вот человек ко мне обратился, у него ничего не индексируется вообще. Он говорит, я в некоторых группах написал, ему там с ногу до головы, соответственно, обделали. В том плане, что склейка или там все влияет на продвижение, на трафик, на все остальное. Да, можно сказать, да, так и есть. Я раньше делал, не делал, например, эти вариации. Я тоже считал, что их вниз тянут. А сейчас делаю. Ну, а что делать? Ну, я могу с другой стороны сказать. Пример мой. Все, где мы приклеивали большое количество склеек, от 700, там, до 1000, до 2000. Ни один товар не ухудшил в продаже. Ни один. Вообще. Один товар у меня стал продаваться лучше, чем в самое лучшее время. Там, бестселлер ранг у него упал до 700. Я не делал ничего. Я не записывал PPC, ничего не делал. Ну, меня отклеивают этот товар. То есть, я его чуть-чуть кайфанул, ну и все. И плевнул. Некоторые товары у меня никак вообще не среагировали. Ну, опять же, хуже не стало. У меня никуда не улетел. Вот. Некоторые товары просто там, закидываешь 700 отзывов, например, на слив товара надо, день 10-15 выкупать. То есть, он где-то там находится, на каких-то страницах, но без отзывов его не покупают. Когда только появились вот эти 700 отзывов, там, 300 отзывов, его начинают сразу покупать. Так что, у меня по склейкам, если вот конкретно было, например, я взял, поставил вот эти там 500 тысяч, я не знаю, там, 2 тысячи, там, 10 тысяч, однозначно продажи на конверсию влияют, они лучше. Однозначно. Ну, если их не расклеить. Если их расклеивают каждый день по 10 раз, или там каким-то еще макаром, и ты вот это вот просыпаешься, сможешь себя продашь, не думаешь, отцепили, не отцепили. Нет, не отцепили. Какая же та причина? Хрен поймешь. Просыпаешься еще 10 минут, блин, оказывается, отцепили, просто ты вот это не видел. Потом опять прицепили. Люди, которые прицепляют, они люди, они сегодня выходной у них там, они завалены, то есть ты там в очередь стоишь. 4 часа прошло. У тебя в этот момент PPC фигачило, конверсии нет, АКОС упал, соответственно, точнее поднялся, CTR упал, и получается, ну, короче, такая каша, то есть ты вообще, я месяц помучился, даже меньше, и я все проклял. То есть такой бизнес, то есть ты только сидишь, не думаешь уже ни о продажах, не думаешь там о креативе, ни о чем не думаешь, думаешь только о том, чтобы у тебя склейка не отцепилась. Я по Европе не работаю. Вот, то есть ничего не могу сказать, с Европой не работаю. Раньше планировали, сейчас Америка просто, я не знаю, бездонная бочка, пока на данный момент до Европы руки не дошли. Так что я думаю, что по склейкам подвязывает старая история. Однозначно, вот, но есть старые отзывы, которые поднимают даже товар. Это 100%. То есть это просто лотерея, мы играем в лотерею. Мы можем как поднять, так и опустить. Не надо же забывать о том, что склейку делают же не по отзывам, а по аккаунтам, по синам точнее. Соответственно, по синам приклеили, там есть как негатив, так и позитив. Ну, а там уж как получится. Какой у вас товарооборот и оборот вообще в месяц? Просто интересно, можно приблизиться на других или... Сейчас торгуете. Торгую только на Амазоне. На данный момент, ну, не больше 200 тысяч. Вот, мой основной аккаунт забанили. Ну, возвращаем назад. Ну, то есть вот так. Ну, для меня на самом деле оборот не имеет значения вообще никакого, потому что можно качать 500 тысяч и работать в минус 20. А можно работать, как я, качать 100 тысяч и зарабатывать плюс 30. Так что у всех. У меня товары долларовые, товары недорогие, маленькие, компактные, не геморройные, невозвратные, там, ну и так далее. Вот. Своя специфика. Не имеет значения, какой оборот. Главное, какой выхлоп в конечном итоге. Можно пойти просто там в оборотной нише и качать эти, вкачивать в рекламу там. Я в своих нишах, в маленьких, там, я не знаю, по 500, по 1000 долларов вкачу. Нет, это как вызвать. В дорогих нишах, там, я не знаю, наверное, десятками тысяч. Ни Канада, ни Мексика неинтересно. Все это время, трата времени, я и так зашиваюсь. С тем, что у меня есть, мне и так работы очень много. Канада практически ни разу не слышал ничего путевого. Слышал там про наших гуру, которые там торгуют через индусов. Ну, мне неинтересно. Мне интересно конкурировать в равной конкуренции с монстрами, а не бить малышей где-то. Ну, я не знаю, то есть как-то работаю, работаю в Америке просто. Это опять лишнее время, трата, разбираться и все остальное. Пока здесь работаем, мне все устраивает. Ну, я испанский не знаю. В Канаде тоже свои нюансы. Что там в Канаде сел, там, 27 миллионов жителей всего. Вот, не особо интересно. В Мексике народу много, а толку мало. Ну, так что пока на данный момент, если я даже куда-то дернусь, скорее всего, в Европу, потому что у меня есть партнеры в Европе живущие. То есть для меня перевезти товар в Европу никаких проблем нет. Ну, я сейчас должен закрыть свои вопросы именно по торговым архам, по всяким моментам. Ну, и какая должна быть стабилизация, потому что у меня верхний, сверхний, смеетим. Американские горки надоели уже. Аккаунтов много, но в Марокке тоже немало. В принципе, я смотрю, час отработали. Последний вопрос. Если у кого есть, давайте тогда и заканчиваем. Так, вопросов нет? Тогда всем успехов, хорошей торговли, до новых встреч, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok